Жил в IV веке в Египте дивный подвижник преподобный Пимен. Скромный и любивший уединение, он постоянно пребывал в строгости, воздержании и молитвенных подвигах. Слава о его добродетелях вскоре разнеслась по всей стране, и для многих иноков, которые тянулись к преподобному, как к примеру великой подвижнической жизни, святой Пимен стал духовным наставником и руководителем. Так просты и так глубоки были слова святого старца, так легки и понятны были его ответы на самые сложные вопросы, что было ясно – преподобный говорит истину. Благодарные иноки даже записывали его ответы в назидание себе и другим. Так однажды на вопрос, как избавиться от навязчивых злых мыслей, старец ответил, «Злые помыслы, внушаемые врагом нашего спасения, могут словно искра разжечь в человеке греховные пожелания. Надо тушить эти искры водой, то есть молитвой и устремлением души к Богу». Наставлял он свою братью и в том, что человеку необходимо соблюдать три главных правила – бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. «Злоба никогда не уничтожит злобы. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу». Преподобный часто переходил с места на место, избегая излишнего внимания людей. И однажды вместе с иноками своими пришел в египетскую пустыню. Вскоре узнал он, что живший неподалеку старец-пустынник недоволен приходом Пимена и даже в чем-то завидует ему. Святой не смог смириться с тем, что вызывает в ком-то злобу, а потому пришел вместе с учениками своими кельи старца, захватив для него угощений. Пустынник не пожелал даже выйти к ним. Тогда Пимен сказал ему, «Мы не уйдем отсюда, пока не сподобимся увидеть и поклониться святому старцу». Да так и остался стоять возле двери, невзирая на зной. И хоть старец сначала и противился, но увидев такое терпение и незлобие преподобного Пимена, вышел к нему и принял его с любовью, сказав, «Справедливо, что я слышал о вас, но вижу, в вас добрые дела, в вас сто раз больше». И действительно, святой подвижник имел такое великое смирение, что часто со вздохом говорил, «Я буду брошен на то место, куда будет брошен сатана». Жизнь преподобной Пимен прожил долгую, скончавшись в возрасте 110 лет, и очень скоро был признан святым угодником Божьим, получив наименование «Великий» в знак великого смиренно-мудрия, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу. 9 сентября. День памяти преподобного Пимена Великого.